Вы видите, что мы развиваемся и открываем новые экспозиции из зала. Это все делает наш коллектив, заслуженный коллектив. И нам 63 года, но мы еще совсем молодые. И мы будем делать для вас и дальше новые экспозиции, новые выставки и показы. Важную дату отметил Центральный музей военно-воздушных сил России. Он является одним из крупнейших музеев авиации в Европе и бережно сохраняет историю военной авиации нашей страны. Коллекция музея насчитывает более 54 тысяч экспонатов, в том числе 194 летательных аппарата, 118 образцов авиационных двигателей и более 5000 предметов техники, воздушных винтов, авиационного оборудования и вооружения. Все это удается сохранить и показать жителям Подмосковья, а также гостям, благодаря неустанной ежедневной работе большого коллектива. В праздничную дату сотрудникам вручили грамоты и награды. На торжественном мероприятии присутствовало множество почетных гостей. Также были подведены итоги конкурса детского рисунка «Космолет будущего». Творческое соревнование проводилось при информационной поддержке Первого канала. Ребята разного возраста со всей России должны были продемонстрировать в своей художественной работе то, как именно они себе представляют этот футуристичный летательный аппарат. Всего на конкурс было прислано около 200 работ. Я поэтому хочу поздравить музей Соскопающего дня рождения, поблагодарить музей Первого канала за замечательную инициативу, поблагодарить всех участников наших художников за их работы, признанные родители, за то, что они помогли детям реализовать эти рисунки, прислать и выставить их сюда. Среди юных участников конкурса «Космолет будущего» был разыгран главный приз – электросамокат. Его выиграла Мария Шапкина из Нижегородской области. Я вообще не ожидала, что выиграю его. Надо? Да, очень. Мне вообще нравятся такие самолеты, как истребители, быстрые. И я решила наподобие этого нарисовать. Также все участники конкурса детского рисунка «Космолет будущего» получили дипломы и сертификаты на бесплатное посещение музея ВВС с родителями.